МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошняя новинка Гомельщина. У материалах корреспондента у телерады компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Витаю вас. Сегодня в Украине проходят выборы президента Республики Беларусь. Сгодно с информацией областной комиссии, по стану на 14-1 на Гомельщине у делу голосований приняли 813 тысяч человек. Те 73,86% от огульной колькости выборщиков. Олег Сен-Серов наведал некольких выборчих участков. Для проведения выборов у кероника державы на Гомельщине подрактовано 1070 участков. Ход выборов контролируется мать 7 тысяч внутренних и внешних назиральников. И такая личба. Сгодно с даденами Гомельской областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, 37,89% выборщиков уже зарабили свой выбор подчас детерминового голосования. За некольких хвилин до открытия участков все члены выборчей комиссии разом с аккредитованными назиральниками подходит до орнов для голосования. Их опечатывание – обовязковый процесс, причем селита у першиню на Гомельщине выкорастовывается каля 660 празрыстых скриньев. Это больше зручно для контроля за ходом выборчей кампании. Студентка Гомельского державного медицинского университета Катерина Дяркач удел у выбора керевника державы. Прямая у першиню сподяется, что ее голос лишним не окажется. За незалежную Украину. Я считаю, что это сейчас в нашем мире очень важно. Смотря на всю эту ситуацию в Украине, в России, я считаю, что Беларусь как была важной страной на политической карте мира, так и останется ей. Сирот тех, кто 11-го костричника первым пришел на участок, и 87-годовая Полина Кулиничка каже, что удел у выборах прямая завсёды и зараз проголосовала за кандидата, яке, яке налечить, забеспечить мир и стабильность. На выборы прихожу всегда, свой голос отдаю за нашу республику, за жизнь мирную в нашей Беларуси. Як вядома, детерминовое голосование по выборах президента Республики Беларусь началось 6-го костричника, и весь час контроль за его ходом ожитивляли внутренние надзиральники. А тому ситуацию на участках ведут добрые, и выводы робят ответные. Выборы проходят прекрасно, организация чёткая, избиратели довольны, уходят с улыбкой. Вот сегодня вообще здесь целый праздник. Всё проходит в соответствии с законодательством, с законом о выборах. Сошиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник голосует на 26-м участку. После того, как выбор сделан, и он сострокается с молодыми людьми, которые пришли на выборчие участки в Першиню, венчавание от имя областного виконавчика комитета с пожаданием працевать на корыть Беларуси, и сувениры на память по шпарти Гомельской области. Я, как и любой гражданин Республики Беларусь, согласно Конституции, и считаю своим долгом обязан прийти сегодня на выборы и отдать свой голос за будущее нашей Республики. Поэтому я с удовольствием сегодня пришёл на этот избирательный участок. Разум со старшинёй облаканкама на участок приходит и пеший вице-премьер Владимир Семашко. Кажет, что проголосовал Угинску до Терминова, а на Гомельщине находится с рабочим визитом, знакомится с годом бытовниства и реконструкции буйных промысловых объектов. Сегодня экономика краины сутокнулась с определенными проблемами, а лево урадзе переконанное – это часовые тяжкости. Во вся лякем разе у промыслового комплексу Беларуси – неадредные перспективы. Кто-то, кто будет активным, кто будет создавать новые мощности, новое производство, осваивать новые продукты, работать над снижением себестоимости, конкурентоспособности, и тот после кризиса будет, так сказать, ещё лучше себя чувствовать. Поэтому я думаю, что кризисы рано или поздно заканчиваются. Я так прогнозирую, что в мире такой прогноз есть, что где-нибудь в вторую половину 2016 года, ну, в 2017 года наверняка, кризис должен закончиться, и тогда, я думаю, будет определенный бум, бум, так сказать, активности в экономике. И Гомельская область, как никакая другая, это почувствует на себе. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерады компания «Гомель». У Гомели сегодня працуют 217 выборчих участков у их лику и закрытые у воинских частях и больницах. У список выборщиков больше, как 400 тысяч гомельчан. Сгодно за пошними дадинами проголосовали уже 67,5%. А дать свой голос люди приходят семьями. На участках разгорнуты гандаль и выступления творческих коллективов. Одным из первых в Гомеле проголосовал старшиня Гарвы Конкама Петр Кириченко. Выборчий участок номер 10 центрального района размещанный у 24-й школы. Кировник города отдаёт свою голос за стабильность, мир и незалежность. Выбор мой. Выбор за стабильность, за мир, за процветание, за построение сильной, независимой Беларуси. То есть за тот курс, который мы проводим последние все годы. На участке, размещанном у 27-й школы, якая носить гоноровый статус «Школа мира», выборщиков уменьшуют активисты областного отделения фонда «Миру». Молодые гомельчане, которые в первую очередь принимают это дело в выборах, отримывают сувениры и значки миротворцев. Я думаю, что они будут делать всё именно, чтобы прежде всего в нашей стране был мир, дружба, взаимопонимание и согласие между народами. Это очень важно. И вот от того, как мы сегодня настроим на миротворчество, на дружбу, будет зависеть будущее. Я думаю, что каждый из нас, кто сегодня пришел голосовать впервые, прежде всего чувствует ответственность, потому что именно от нашего выбора зависит то, как мы будем жить дальше и как будет развиваться наше государство. Дарыши на выборчем участке, размещанном у школы «Миру», свой выбор сделала и народная артистка Республики Беларусь Галина Паулянок. И она отзначила, что зауседы прямая активный удел у выборах. Если я в Гомеле, то я обязательно иду голосовать и за депутатов местных, но тем более за кандидатуру президента Республики Беларусь. Я считаю, что люди, которые проголосовали, идут на выборы, это люди очень ответственные. Они отдают свой голос и неравнодушны к судьбе своей страны. В Гомеле выборы не только политичная падея, а это соправдное свято. И работа выборчих участков организована так, как можно было не только в комфортных умовах проголосовать, а и отримать шмат корыстной информации и просто отпочить. Непосредственно на участках можно звернуться за консультацией до юристов, медиков и инших специалистов. Поход на выборы частей за все справа семейная, а тому не забыли про детей. Для их створили гульнявые зоны, где они могут приемно и с корыстью провести час. Сегодня выборы проходят под девизом «Все семью на выборы». Очень много деток идет. И поэтому сегодня у нас оборудованы места для детей. Это и рисование, это какие-то спортивные мероприятия. Перед выборчиками выступают творческие коллективы города. Усяго у Гомеле заплановано около 500 концертов. Подтремливают настрой и работники гандлю. При этом наценка на продукцию снижена не один на 20%. На прилавках присмаки на любых густ. Предприемства организуют выставы и продажи. Максим Савин, Вольга Вальшенко, Дмитрий Радзянко. Телерадо и компания «Гомель». Высокой активностью сегодня означаются жихары як городов, так и сельской мясовости. В этом переконалися наши корреспонденты, которые наведали некольких выборчих участков в Гомеле и в Будако-Шалевском районе. На 47-му участку у Гомеле шмат люд на самого початку голосования. Назиральники кажут, что первые выборщики пришли ровно у 8 годин ранецы. 50-процентную явку на этом участку зареистровали о полове 12-й годины. Адметная особливость – шмат, кто приходит целыми семьями. Вероника Хихлуха переконана, что для детей это, по-перше, приклад ставлення дорослых до выполнения грамадзянских обовязков, а по-другому – махчимость отчуть свое долучение до важной подеи у житті краины. Мы проголосовали за будущее нашей страны, за ее мирное небо и за будущее наших детей. Выставы, майстер-классы и консультации. На каждом участку имкнуться пропоновать людям нечто цикавое и корыстное. На 47-м участку створили экспозицию народных рушников, которые упрогоживают все помешкание. Так же своя особливая совесть поколений утрималась. Должна что-то присутствовать народное, мы так считаем, комиссия. А рушники взялись знаменитые неглюбки. Это знаменитые неглюбки рушники, которые выткала моя мама, Сарасек Анастасия Фанасьевна. Знаменитая ткачиха, когда-то лавриат конкурса всесоюзного народного творчества. Среди лидеров по выборах президента Республики Беларусь жахары Наравлянского, Лоевского, Ельского районов. Высокая явка означена и на Будокышалевшине. У городским поселку Уваровичи два участки. На 8-м участку, який разместился у Палаце культуры, зареистрована ровно 1 тысяча выборщиков. На 13 годин, коли участок наведала наша здымочная группа, тут проголосовали больше 60% выборщиков. Контроль за ходом выбору президента Беларуси в Гомельской области ожитявляют 7300 национальных назиральников. Плюс 42 человеки от миссии АБСЕ и больше, как 50 от СНД. Ни каких значных зовах, не выказывая никто, не поступали претензий и от самих членов комиссии. Выборы проходят у спокойной обстановки и деловой атмосферы. Граждане идут активно, проявляют свою активность. Ну, в принципе, стабильно выборы прозрачны. Замечаний со стороны наблюдателей не поступало. Олег Шенцюрова, Ольга Коновалова, Ивген Макенка, телерадиокомпания «Гомель». И на этом пакулю все. Протягивайте сочит за падеми разом с нами. Наступный специальный выпуск новин углядите у 18.30 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин